Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Осень на дворе. Традиционно во все времена цены на продукты именно осенью были самые низкие за год. Оно и понятно, урожай свежий привалил, еще и что-то с профлагоднего не доели, и соответственно самые сытные времена. Однако сейчас осень нас совсем не радует. Вроде бы прогнозировали нам летом, что наконец подешевеет картошка, помидоры и прочее. Да, подешевело, но относительно ненадолго, потом тут же пошло все вверх. Хотя тоже, казалось бы, речь видео заметить не о бананах или бананах, которые там растут за океаном, за доллары покупаем. Нет, все здесь растет, и тем не менее. Сейчас вот уже мясопереработчики заявили, что подорожают и сосиски, и колбасы, дескать, подорожает тому, что упаковка, яичный меланш и так далее и тому подобное. Даже президент на своем самом высоком уровне озаботился возможным ростом цен. Тоже там еще есть целый ряд причин, о которых мы сегодня поговорим. То есть, в общем, попросту говоря, жить как-то становится не особо весело. Я уж молчу про коронавирус. Тут вообще слово говоря ни при чем, сразу говорю, ну практически, по крайней мере. Все это, конечно, вызывает удивление, в том числе и в нашей Тверской области. Вот нам говорят, там курица подорожала или подорожает. Но мы все знаем, что у нас полно птицефабрик. Вроде как считается, что по производству курицы Россия, в принципе, более чем самообеспечена. Свинина то же самое. В нашем регионе, все вы знаете, полно свинокомплексов. Да, у кого-то проблема, но в целом отрасль работает. С чего подорожание и так далее, там картошка. То есть, она у нас, даже если, может быть, не вся Тверская, но все равно русского происхождения. Может, там откуда-то с Белогородчиной, из-под Воронежа и так далее и тому подобное. Что же происходит? Почему дорожают продукты? А самое главное, можно ли что-то сделать, чтобы как-то либо притормозить их рост, может, даже сделать, чтобы что-то подешевело. Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Хочу представить наш постоянный эксперт Оксан Толкаченко, заместитель директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета. Оксан, добрый день. Добрый день, здравствуйте. А вы, дорогие телезрители, звоните нам по телефону 3190, у нас прямой эфир. Высказывайте ваше мнение, что вы думаете по поводу подорожания, что, на наш взгляд, подорожало больше всего, а что, может быть, и подешевело даже. Ну, чем черт не шутит. Поэтому 3190, у нас прямой эфир. Звоните, у нас сегодня тема подорожания продуктов, кто виноват и что делать. Оксан, ну, скажи, пожалуйста, вот вообще какие данные есть? Насколько в этом году, вот уже сейчас у нас октябрь-нваре, за 10 месяцев подорожало продовольствие в нашей стране? Ну, говорить о таком вот едином уровне и едином каком-то числе тяжело, потому что мы понимаем, что есть разные категории продовольственных товаров, которые имеют и сезонный характер. Поэтому изменение цен на разные товары, оно тоже в течение года абсолютно разное. Но по оценкам экспертов, по вот разным категориям, если мы объединим вот в средний такой, да, уровень, то где-то 7-8%. И это считается, в принципе, нормальный уровень цен, подорожание уровня цен, потому что мы понимаем, что живем в условиях рыночных отношений, рыночной экономики. Фактор инфляции, он никуда не уходит, он однозначно влияет на уровень цен, любых цен и продовольственных, наверное, в первую очередь. Поэтому, говоря о нашей инфляции, которая превышает намеченный уровень, эксперты говорят о том, что это, в принципе, нормально. Но с точки зрения потребителя, естественно, рост цен, особенно в таких сложных условиях, в которых мы находимся последние полтора, уже фактически два года, это, естественно, очень нехорошая тенденция и тревожный индикатор. А тоже, давай напомним, какая у нас инфляция закладывалась? По-моему, 4, вроде, процента изначально. Да, то есть сегодня уже власть официально признает, что вот тот планируемый уровень инфляции мы превысим однозначно в конце года. Угу. Хорошо. Но вот если говорить, давай по продуктам, допустим, вот если, ну, наиболее значимые, что можно сказать про хлеб? Вообще и дорожает ли он? Потому что принято считать, хлебопеки все время жалуются, что им не дают повышать цены, это социально важный продукт, вы что? Это самое главное. И хлебопеки говорят, что они уже работают в ноль, а то и в минус, потому что тоже те или иные составляющие производства хлеба все равно дорожают, там, ну, электричество и так далее, и тому подобное. Та же самая упаковка, про которую я уже сказал, у них тоже упаковка есть. Вот. И тем не менее, хлеб подорожал? Ну, смотрите, конечно, хлеб это социальный товар, цены на который контролируются со стороны государства. И тут, естественно, все эти мероприятия со стороны государства, они действуют, да, то есть они никуда не уходят, и, естественно, государство следит за уровнем цен на хлеб, как вот товар первой необходимости. И в этой ситуации, конечно же, производители, они поставлены в очень такие жесткие рамки, поскольку себестоимость продукции, она, естественно, растет, да, как ты сказал чуть выше, и те же коммунальные услуги, да, у нас выросли. Что там говорить? И себестоимость исходного материала, например, той же пшеницы, она тоже варьируется. И мы знаем, да, что в последнее время в отношении пшеницы тоже не самая положительная динамика для производителей хлеба в отношении ценового диапазона. Поэтому здесь мы можем сами сказать следующее, что хлебопеком, то есть хлебозаводом, приходится каким-то образом выживать. Как тут можно выживать? Мы понимаем, что любой хлебозавод, он же не выпускает только хлеб, вот, например, там, Дарницкий, да, который относится к категории социальных товаров. Есть и достаточно широкие линейки других товаров и другой продукции хлебобулочной, да, изделий. Поэтому, естественно, чем шире ассортимент выпускаемой продукции, тем больше маневров есть у производителей хлеба, чтобы хоть как-то обеспечить себе вот ту норму рентабельности, которая предполагает их отрасль или конкретные планы предприятия. Чем уже ассортимент выпускаемой продукции, тут, конечно, тяжелее. Но это, с другой стороны, подталкивает производителей формировать новую производственно-забытовую цепочку, которая бы позволяла тем или иным образом экономить на издержках, то есть экономить на себестоимости выпускаемой продукции. Хотя в наших условиях, в нашей ситуации это, конечно же, делать непросто. То есть, верно я понимаю, что за счет того, что они держат цены более-менее стабильными на черный и белый хлеб, зато дорожает выпечка и кондитерка? Ну, там они могут себе позволить, естественно, повышать стоимость продукции. А вот уже упомянул пшеницу, но опять у меня вопрос, ну как же так? Нам каждый год докладывают, что пшеницы у нас более чем достаточно, что она не просто в темном чулане хранится, наоборот, мы гоним ее на экспорт тоннами, египет и так далее. То есть, какая связь, почему дорожает пшеница по законам экономики, если на рынке достаточно даже больше, она не должна дорожать. Тем более, она, еще раз говорю, русская. То есть, мы не из валюты покупаем, почему она у нас дорожает? Ну, Ром, опять, ты правильно сказал чуть выше. В условиях, в которых мы сегодня находимся, да, мировой рынок охотно потребляет нашу пшеницу. И, естественно, те производители, которые наши отечественные поставляют на рынок пшеницу, они заинтересованы в чем? В том, что ее в большей степени экспортировать, да, чтобы обеспечить себе более высокую доходность. Мы понимаем, что на мировом рынке расчеты, в какой валюте ведутся, естественно, в долларах. И это для них выгодно, да, то есть им это обеспечивает хорошую выручку, как следствие, хорошую прибыль. И таким образом получается, что на нашем отечественном рынке объем пшеницы, как товара, сокращается. Ну, а при сокращении спроса, естественно, вернее, предложение сокращается. И при условиях, что спрос не меняется, а в нашем случае, может быть, даже внутри страны он и растет, цены производители могут себе позволить повысить. А растет ли вот тоже интересный спрос? И поэтому такая ситуация в прошлом году была, да, когда резкий рост за счет того, что увлеклись нашим производителем экспортом, и тут уже власти начали думать о том, как бы ограничить, да, там уже и пошлины начали повышать, ну, многие действия начали вводить, которые мотивировали бы отечественных производителей продавать внутри своей страны пшеницу. В достаточном количестве. Да. Трогие телезрители, а у нас сейчас будет реклама, после которой мы снова вернемся. Мы сегодня говорим о росте цен на продукты, почему это происходит и что можно предпринять властям, конечно же, в первую очередь, поэтому не приключайтесь и ждем ваших вопросов. Пока реклама. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы говорим сегодня о росте цен на продукты, питание, ну, и не только на уже конечный продукт в виде колбасы или батона, но и на сырье, что называется, если так можно назвать, к примеру, ту же самую пшеницу. Потому что Оксана вот тоже уже упомянула, что спрос на хлеб, неужели на хлеб, не вот сейчас, кажется, в 21 веке, и до сих пор такой значительный спрос. Мне кажется, когда, я понимаю, в советское время, когда мясо было в ограниченном количестве, ты просто не мог купить даже колбасу, в которой тоже, сама знаешь, сколько было мяса. Вот, и поэтому, что называется, люди догонялись хлебом. Но сейчас, мне кажется, как-то уже, когда в супермаркетах все есть, все равно, то есть люди много покупают черного и белого того же самого хлеба. Ну, безусловно, хлеб приобретается, и спрос на него значительный. Если бы он не пользовался такой популярностью в магазинах, навряд ли бы при повышении цен сразу так тревожно реагировали бы потребители, и в целом бы реагировало бы наше государство в лице органов власти. Надо понимать, что население с невысокими доходами у нас занимает значительную часть. Те же пенсионеры, пенсии которых не столь высокие, поэтому, естественно, здесь, наверное, другого не приходится, как именно употреблять больше хлеба, чтобы обеспечить себя необходимым количеством калорий. Поэтому, чем ниже доход, тем, естественно, выше потребление хлеба, булочных изделий. То есть спрос на них всегда будет? Спрос на них, конечно, всегда будет. Плюс ко всему, я думаю, что не нужно отвергать тот факт, что сформировавшись вкусовые привычки, они тоже никуда не уходят, или, по крайней мере, меняются не столь быстро. А когда это еще и связано с невысоким уровнем доходов, то здесь, конечно, востребованность хлеба будет всегда. Ну и даже если мы обратимся к истории в нашей России, и в целом хлеб для России, для россиянина, это не просто некий такой продукт продовольственный, это еще некий символ, символ основы жизни. Поэтому навряд ли спрос на него будет сокращаться. Другой продукт, который считается социально значимым – молоко. Что можно сказать по молочке? Молоко. Конечно, молочная продукция сегодня тоже имеет тенденцию к росту, стоимость увеличивается. Но что касается молочной продукции, тут, наверное, рост цен можно объяснить рядом факторов. Во-первых, специфика производства. То есть мы понимаем, что тоже молоко, исходное сырье, берется откуда? Из коров. Коров – это все-таки животные, которые требуют еды, которые требуют ухода, которые требуют и заботы о здоровье. И сегодня ни для кого не секрет, что те же корма, те же лекарства в отношении животных приобретаются за рубежом. Не всегда это наша внутренняя продукция. Ну а товары, которые продаются на мировом рынке, они уже по-любому сегодня стоят много дороже, по крайней мере, на порядок дороже, чем год назад или два года назад. Ну и плюс ко всему у производителей молока, они находятся в такой сложной ситуации. Почему? Потому что срок годности их продукции очень сильно ограничен. И если посмотреть, допустим, на ведущие молокозаводы, которые производят молочную продукцию, то на прилавках в магазинах можно увидеть, что периодически тоже молоко они продают по определенным акциям. И вот говорить о существенном росте и скачке на молочную продукцию, в частности, на молоко, я думаю, нам не приходится. Плюс ко всему, вот крупные, ну или относительно крупные молочные заводы, они заключают контракты с крупными сетями. И, естественно, здесь для двух сторон есть определенная выгода, потому что сети позволяют реализовать достаточно быстро продукцию, они закупают в больших объемах, и поэтому цена там относительно стабильная. А можно сказать, что тоже повторится та же история, что и с хлебом, когда, да, на обычное молоко, там полутора процента, двух с половиной процента цену заставляет держать правительство, неважно регионально, федерально, но остальное молочко, ведь молоко, это молочко, это не только обычное питьевое молоко, это, опять-таки, сыры глазированные, это йогурты, это, я уж не молчу, сыры, вот, что вот сливки, вот это все как раз будет тоже, ну и дорожает. Да, естественно, творог, например, тоже, да, как разновидность молочной продукции, которая не является у нас обязательной, да, с точки зрения потребления, да, здесь тоже могут повышать. Но если посмотреть на реальные ценники, существенного скачка на эти молочные товары не наблюдается. А сыр? Сыр. Вот стоимость сыра, она имеет тенденцию, устойчивую тенденцию к росту, и сегодня мы видим, что это очень недешевый продукт. Сегодня не каждый может позволить, и цена за килограмм минимальная начинается с очень хорошей отметки. Но тут тоже, что мы можем объяснить. Вот все те же факторы, естественно, да, что значительные затраты идут на производство сыра, но на этот продукт есть и определенный спрос, да, достаточно высокий спрос. Поэтому вот принцип, который действует в рыночных отношениях и в рыночной экономике, если я продаю товар, да, по определенной цене, его покупают, если я повышаю цену, и этот товар продолжают покупать, значит, я могу повышать и дальше, да, до того предела, когда спрос на мою продукцию остановится. Также в случае и с сыром. Сыр не является, да, товаром, который вот обязательен к потреблению, то есть это уже относительная роскошь, да, для современного гражданина нашей страны. Поэтому здесь вот этот ценник, он может расти и глобальных претензий со стороны массы населения не будет, конечно же. Вот мне тоже касаемо сыра, кажется, я знаю заявление сыроваров о том, сколько себе стоимость сыра, что все наши... Очень много молока требуется для качественного сыропроизводства, и, естественно, чем больше требуется молока, тем выше стоимость, да. И они говорят, вот, к примеру, что, дескать, самый дешевый сыр может стоить минимум 800 рублей, минимум, Оксана, минимум 800 рублей за килограмм. А когда им говорят, а как же вот то, что мы видим там 500, 430, так далее, они говорят, это не сыр, это там непонятно с чем что-то разбавлено, или, к примеру, там, это, ну, может быть, акции, которые могут себе крупные сети позволить. 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 Но у меня все время тоже касаемо сыра. Вот сыр у нас так побежал в цене, это хорошо помню, когда начался вот этот кризис с санкций, когда зарубили пармезан и прочее, ментали, прочее, прочее, и тут как-то подозрительно сразу подскочил в цене наш русский сыр. Вот как-то сразу. А потому что сократилось предложение на рынок, вот и все. Но это те самые сыровары, которые до этого все годы говорили, вот, поддержите, помогите, а то, вот, дескать, все импортные сыры только и любят покушать, она свое пасконное, отечественное, никто не хочет. И тут, казалось бы, вот вам дали возможность завоевать рынок, и вы вместо того, чтобы, опять-таки, сыграть на обороте, вы взяли и подняли цены. И дальше он растет, растет. Ну, правильно, как ты сказала, ведь в русской культуре сыр, он не играет такой роли, как у итальянцев, испанцев, французцев. Это относительно деликатес. Да. И поэтому, то есть, русский человек, мне кажется, без сыра как раз обойдется. В русской кухне, ты сам прекрасно знаешь, я не знаю ни одного блюда, где нужен сыр. Сыр, да. Где, какое, окрошка, щи, пироги, нигде сыр не нужен. То есть, я к чему, что, не знаю, я удивляюсь на сыроделов, их можно понять, там, трудности экономические, но, товарищи, вот, русский человек, когда вот у него будет выбор, 800 рублей, если, за эти деньги можно купить, я даже молчу, свинину, очень хорошую говядину, очень хорошую, очень. Или там баранина, то же самое. И когда человек подумает, вот что, то ли ему мясо, которое первое, второе, а то ли сыр, который в большинстве блюд, даже берем итальянскую кухню или там французскую, это как бонус. Да. Там, ну, даже вот менструный, да, суп итальянский, дорогие телезрители. То есть, его сварил, его надо посыпать. То есть, без этого можно обойтись. И, соответственно, неужели они дают отчет, что тогда люди скажут, до свидания, сыр. Нам важнее вот макароны, хлеб, мясо, там, не знаю, молоко. Но все равно сравнивать сыр, потребление сыра, например, с мясом, наверное, не очень корректно, потому что это не альтернативный продукт. Конечно. Но мы опять видим, да, что спрос-то есть, покупают, покупают люди и сыр в том числе. И даже если еще повнимательнее присмотреться к полкам в магазине, где в широком ассортименте представлен сыр, очень много у нас представлено сыра производства Белоруссии, который в ценовом диапазоне конкурирует, очень хорошо конкурирует с нашими отечественными производителями. И в качестве конкурирует, и в цене. Что очень не нравится отечественным, опять-таки, ну, русским, в смысле, сыроделам, которые говорят, что это там белорусы гонят такое, давайте коньяку пошлину и так далее. Ну, просто я боюсь, что если введут друг на белорусский сыр пошлин, то наш, опять-таки, еще возрастет, пользуясь тем, что еще одного конкурента отчекрыжили. Да, и получается, что корзина продовольственных товаров очень обеднеет для нашего россиянина. Потому что чем выше растут цен, чем больше рост цен, тем меньше качественной продукции мы потребляем, и тем меньше витаминов, минералов и так далее получает каждый из нас. А мы сейчас с тобой получим телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы спросить... Алло. Да-да. Здравствуйте, я хотела бы спросить, я живу, я пенсионерка, Надежда зовут, живу в Южном. У нас... Слушаем вас. А, у меня потрясет, я просто смотрю. Вот, у нас, значит, магазин рядом с домом, недалеко, Юда называется, очень хороший магазин, чистый, светлый. Вот, и мы... Я там уже больше года покупала куры. Куры стоили долгое время 119 рублей. Даже по акциям часто 107 рублей были. И потом сразу резко, со 119 139, а потом буквально каждую неделю 142, 144, 152, 159. Вот сейчас на 159 рублей они остановились. А куры, ну, для пенсионеров, да и, наверное, для большинства вообще среднего такого класса, среднебедного класса, куры основной вид еды. И вот он подорожал сразу, вот, куры подорожали сразу более чем на 30 процентов. Ну, а какой там инфляции 4 процента, там, вот. И второй вопрос, ну, вот, хотелось бы узнать, будут ли они дорожать еще больше? И второй вопрос про песок. Стал дорожать песок. Ведь 45-90 долгое время держали, а сейчас уже 47-90 в магните, в пятерочке, в глобусе вчера. Вот я бы хотела про песок узнать очень. Спасибо вам огромнейшее за звонок. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Как раз вот буквально сус, что называется, сняли. Вопрос, который как раз хотел Оксане адресовать по поводу с молоком мы разобрались и с сырами. Спасибо нашим сыроделам. Вот, Оксан, курица, опять-таки, вот, хороший вопрос телезрительницы. Ведь мы все знаем, что у нас под боком, у тверичан, всем известна крупная птицефабрика, и она не одна в регионе. То есть, это тоже тот продукт, про который нам последние, наверное, уже лет 5-7 говорят, что Россия им обеспечена. Ножки буша давно ушли обратно пешком за океан. Да, однозначно. Нашей курятины полно, и Верхней Волжи в частности. Мы все знаем, что у нас полно крупных хозяйств. Что произошло с курицей вдруг? Вот то, что рассказал, да, слушатель, телезритель, подчеркивает специфику наших рыночных отношений, да, которые складываются уже, вернее, уже сложились и проявляют себя вот таким образом. Курица, правильно было отмечено, это самое дешевое мясо. Это самое дешевое мясо, поэтому, если это самое дешевое мясо, то его больше всего потребляют, потому что население с невысоким уровнем дохода у нас много больше, чем со средним и высоким уровнем дохода. Это стандартная ситуация, которая складывается у нас в Российской Федерации. И тут получается следующее, что на каком-то основании, допустим, в этом магазине, да, в течение короткого промежутка времени были такие изменения в сторону роста, сказать тяжело. Может быть, это специфика контрактных отношений между торговой сетью, да, и между конкретным производителем. А может быть, это разные производители, да, может быть, действительно у них сменились поставщики и отсюда разная стоимость изначальная. И поэтому наблюдается рост. Поэтому с точки зрения заводов, да, производителей курятины, что можно сказать? Вот у нас вроде бы как обеспечена, да, и Тверская область соответствующими заводами, и в России, в принципе, много. Но это не отменяет рост себестоимости, который позиционируют производители. То есть, опять-таки, тот же завод, да, Верхний Волжин, там не Верхний Волжин, да любой, да, завод, который производит мясо, он может сказать, что, извините за это время, да, мы сдерживали, сдерживали, но накатил рост цен на коммунальные услуги, выросла там стоимость там упаковочного материала, выросла стоимость зерна, которую мы, к сожалению, не приобретаем внутри нашей страны, да, приобретаем там на мировом рынке. Опять-таки, мы с тобой говорили, русская пшеница, ну, все-таки, животных кормят не пшеницей, да, а комбикормом, да, и все-таки поставки из-за рубежа данной продукции тоже есть. Опять-таки, там наши курицы или там свиньи болели, да, и мы вынуждены были там их лечить, опять-таки, всякими лекарствами, которые приобрели частично за рубежом, да, что тоже увеличило нашу стоимость. То есть, здесь любой производитель всегда, у него всегда будет чем объяснить, обосновать рост цен, он всегда будет обосновывать это ростом себестоимости, то есть, отдельных статей и затрат. Что касается производителей, вернее, что касается продавцов, то есть, магазина, да, они тоже смотрят за реакцией потребителя. Ну, поставили не по 119 рублей, приобретают же, да, вот та же вот наша уважаемая пенсионерка Надежда. Только у нее Надежда и альтернатива-то нет. Вот, вот, понимаешь, повысили до 130, да, опять-таки, та же Надежда, да, она, может, купит не целую курицу, да, может, она купит половину курицы, но она будет приобретать. Потому что это товар, который пользуется широким спросом, самый дешевый. Мясо потреблять нужно, да, мы сказали, что можем без сыра обойтись, но без мяса все равно человек не сможет прожить, да, если он не вегетарианец, конечно. Поэтому, когда есть альтернатива покупать говядину за нереальный ценник, да, или курятину, или свинину, конечно, вот в этом диапазоне курица даже со своими 159 рублей за килограмм все равно будет более выгодной выглядеть, да, и всегда ее будут потреблять. Просто, может быть, сокращение этого потребления мы будем наблюдать. Поэтому, что касается этого роста, производители заявляют о своих проблемах, потребители заявляют о своих проблемах. То есть здесь мы наблюдаем конфликт. С одной стороны, у производителей своя беда, у них растет себестоимость, их мы тоже можем понять, покупателей мы тоже можем понять, потому что в наших условиях, к сожалению, рост цен опережает, темпы роста цен опережает, темпы роста доходов. Те же пенсии, те же зарплаты, если они индексируются, они индексируются на что? На процент инфляции, на заявленный процент инфляции, то есть на те там правословутые 4% чуть больше. По факту инфляция выше, поэтому реально у нас доходы сокращаются и цены растут. Поэтому это конфликт, да, конфликт двух сторон на рынке. И, естественно, здесь требуется действие со стороны государства, которые бы урегулировали этот процесс и нашли компромисс. Поговорим обязательно попозже, но вот ты уже упоминала, а как же такой рыночный механизм, как предложение? Неужели предложение, а как мы уже говорили, вроде курятины полно, хоть как-то не компенсирует все вот эти факторы, что рост удобрений, рост того, сего, рост упаковки, рост импортного оборудования, а у нас на наших птицфабрик импортное оборудование в мать своей. Неужели это никак не компенсирует? Что не компенсирует именно? А вот предложение хоть как-то не уравновешивает вот эти проблемы, которые нам заявляют производители, что все дорожает из-за этого, из-за этого, из-за этого? Ну, курицы-то много на рынке должно быть? Ну, курицы достаточно, но и потребление курицы тоже растет. Опять-то, смотри, мы можем здесь объяснить и следующим механизмом. Если у нас, у населения доходы, то есть реального роста дохода нет, цены растут, и получается, что количество людей, которые могут себе позволить приобрести меньше продукции, чем в прошлом году или позапрошлом, растет. И получается, что вот это, скажем так, слой населения, который характеризуется невысокими доходами, он у нас начинает увеличиваться. И, естественно, при такой ситуации и спрос тоже меняется у этой категории населения. И кто раньше, допустим, там ел, не знаю, там говедина условно, да, из-за того, что сейчас у него ограниченный доход, он уже переходит на потребление, например, той же курятины. Оксана, вот еще один вопрос телезрительница задала про сахар-песок. Да, про сахар тоже это товар, как мы знаем, социального характера. И вот смотрите, опять ситуация какая, как в прошлом году с маслом, помните, растительным было, когда начали возмущаться покупатели, потребители, говорить, какой кошмар, там за 100 рублей бутылка масла выросла. И тут вроде государство взялось за голову, сказало, да, действительно, это непорядок, надо тут ситуацию менять, да, и ограничили стоимость. Вот, в принципе, наверное, с сахарным песком идет ситуация так же, да, развивается так же по сценарию прошлого года. И я не удивлюсь, что на каком-то моменте, когда они будут повышать и цена достигнет какой-то критической отметки, опять-таки, будет возмущение со стороны потребителей, опять-таки, об этом узнают неожиданно о власти и будут какие-то механизмы внедрять. Но, что я хотела бы отметить. Дело в том, что в отношении таких продуктов питания, как сахарный песок, как растительное масло, наши органы власти, федеральные, они подумывают и даже приняли решение о создании в 2022 году интервенционных фондов. То есть, это такая практика, характерная для всех зарубежных развитых стран. То есть, это фонды, которые осуществляют товарные и закупочные интервенции. То есть, что это значит? Это значит, что они продают продукцию, да, ну, например, исходную продукцию для производства того или иного товара из своих фондов в период высоких цен и закупают фонды эту продукцию в период низких цен. И таким образом у производителей есть возможность стабилизировать цены на ту продукцию, которую они упускают и предлагают рынку. И вот в отношении именно растительного масла и сахарного песка хотят в 2022 году создать эти фонды. То есть, если цена будет расти, будут выбрасывать на рынок дополнительные партии? Они не будут продавать. Ну, естественно, бесплатно, конечно же. Да, да, да. То есть, будут как бы регулировать цены именно путем продажи и покупки. То есть, игра на цене. А почему зерна? Это же не касается. То есть, по идее, тоже вот о чем вы говорите. Нет, по идее, это очень такой интересный и действенный инструмент. Но вот пока что речь идет в отношении именно растительного масла и сахарного песка. А вот женщина-то уже сказала, наша уважаемая телезрительница, что она вроде и туда пошла, а сюда по магазинам. А мы знаем, в Южно много магазинов, причем сетевых. А частных, маленьких уже практически, я думаю, не осталось. А у сетевых есть. Скажи, Оксана, а может иметь место сговор между вот этими крупными сетями? Потому что, ну как вот по идее, вот был бы я владелец тульной сети, мне бы доложили, что в этой, как раз, как сказала телезрительница, курица была 119, стала 147. Допустим, я бы сказал, отлично, а у меня так и будет, там, допустим, 120. Я еще акцию повешу, у нас курица по 120, все ко мне, я наоборот выиграю. То есть, по идее, почему этого не происходит? Почему везде как дорожает одновременно? Почему они не борются друг с другом, посредством, ну, ведятся на воевойне, скажем так? Конечно, здесь играет роль маркетинговая политика конкретной торговой сети. И вот если обратить внимание, это такая стандартная, мне кажется, процедура. Каждый магазин следит за своим конкурентом путем оценки анализа цен. И уже внутри себя каждая торговая сеть принимает решение. То есть, имеет ли смысл, допустим, поднимать на те или иные категории товаров цены, как у конкурента, или имеет смысл здесь вот как раз-таки поиграть? Как правило, маркетинговая политика вот крупных сетей, которые, они все, в принципе, федеральные наши, да, торговые сети. То есть, масштаб их деятельности колоссален, обороты колоссальные. Поэтому сегодня они больше стремятся не на игре, вот по сравнению с своими конкурентами, а на реализацию так называемого категорийного менеджмента. То есть, внутри себя, да, внутри своей торговой сети, они определяют некие категории товаров и привлекают клиентов каким образом. То есть, в рамках этой категории ставят цену на какой-нибудь товар, ну, например, вот молочная продукция, категория молочной продукции. Там и йогурты, там и, не знаю, там и молоко, там и сливки, и сметаны, и все что угодно, да. И вот они в рамках этой категории ставят цену, допустим, на молоко даже ниже себестоимости. Они себе это могут позволить, потому что у них оборот большой, да. Но другие категории, сопутствующие, например, там на яйца, да, они могут повышать цену, и таким образом они не теряют своей прибыли, но привлекают клиента. То есть, на психологию клиент ориентируется. То есть, если я пришла в магазин и вижу, что вау, здорово, а тут молоко-то стоит, не знаю, там 30 рублей, да, условно говоря, а в других магазинах 50, а у меня уже бессознательно срабатывает какой механизм? Это магазин, доступный для меня, тут выгодные цены. И надо очень так себя контролировать, чтобы понимать и анализировать другие цены, и делать для себя вывод, что это просто уловка этого продавца, это уловка торговой сети. И вот если прийти в такую вот сеть, в любую сеть, мы всегда можем увидеть, да, эти ценники, они просто огромные, которые информируют о низкой цене на какой-то товар. А я, если пришла в магазин, ну что, я только буду молоко-то покупать, привлекаясь его ценой? Конечно, нет, я еще что-то куплю, и таким образом в итоге моя покупка, вот тот пакет, да, с которым я уйду, он обойдется мне не столь дешево, как я восприняла, увидев этот ценник дешевого товара. Ну, то есть ты не веришь вот в некую такую встречу в Верхах, когда нам собрались все наши, и слушайте, давайте курятину поступить, давайте, а рыбу – давайте. То есть ты не веришь в этот ценовой сговор между крупнейшими нашими ритейлерами? Если говорить о ритейлерах, то, наверное, тут имеет смысл говорить именно о уровне цен, которые держат производители, да, то есть по тем производителям, потому что если я как завод, который поставляю на рынок курятину, буду продавать по цене дорогой, а есть альтернативный завод, который продает по более дешевой цене, то что получается, любая торговая сеть, она будет со мной заключать договоры? Конечно, нет, да, она будет заключать договоры с другим заводом, с которым это выгодно, да, более дешевая цена, почему? Потому что я как торговая сеть уже, приобретая, допустим, по закупке курятину, там, условно 80 рублей килограмм, да, а не 100 рублей килограмм, я уже могу свою прибыль увеличить, максимизировать. Поэтому здесь вот о сговоре, ну, я не думаю, что тут прямо вот они собираются и вот так вот решают, а вот давайте на эту товар, на эту категорию товаров мы будем устанавливать какие-то цены. Сам рынок, на самом деле, это к этому подталкивает, да, сам рынок, реакция, потребителей, анализ поведения потребителей в каждой торговой сети, он приводит вот к таким действиям. Мы понимаем, что, допустим, в «пятерочке» или там «магните» потребители себя же не по-разному ведут, а одинаково, это общая тенденция, которая определяется и экономической ситуацией, которая сложилась в стране, в частности, уровнем доходов, ну, и многими-многими другими факторами, которые распространяются на нас, как на потребителей, и мы себя одинаково в связи с этим будем вести в любом магазине, к который придем. — Оксана, но если переходить, как уже ты упоминал, к властям, к их реакции, вот ты сказал, что будут некие интервенционные фонды по растительному маслу, по сахару, вот, скажи, а что еще могут власти наши предпринять, чтобы как-то либо сдержать, либо остановить рост цен, а может даже сделать так, чтобы что-то начало дешеветь? Что-то можно сделать? Или, вот нам говорят, за рубежом тоже дорожает продовольствие, это некий мировой тренд, а нам никуда не деться, мы же теперь в мировую экономику встроены, поэтому до свидания. — Конечно, мировая тенденция, она еще, наверное, более печальная, чем у нас в России. — Даже так? — Да, на самом деле, вот если посмотреть аналитику, то мы можем увидеть, что вот колоссальный рост на мировом рынке на продовольствие наблюдается в этом году, и такого вообще, да, то есть эксперты не помнят, это существенный скачок в уровне цен. И у нас тоже, мы тоже, поскольку мы интегрированы в мировую экономику, конечно, мы от нее зависимы, и, конечно, мы этот тренд повторяем, но размах нашего тренда не столь значительен, как на мировом рынке. То есть вообще эксперты говорят о том, что да, у нас рост цен есть, но не такой колоссальный, как на мировом рынке. И, естественно, тут винить только мировой рынок и его влияние прямое на нас мы не можем. Естественно, здесь нужно говорить и о действиях со стороны органов государственной власти, да, зачем оно, в принципе, иначе нужно, для того, чтобы координировать деятельность, для того, чтобы тем или иным образом регулировать деятельность на рынке. И сегодня, если мы говорим о действиях правительства, они какие? Они такие стандартные, да. Что у нас государство вводит? Так называемые ценовые амортизаторы, да, минимальный уровень цен, максимальный, то есть вот дают некий такой коридор, в рамках которого каждый производитель должен найти себе наиболее идеальный и наиболее рациональный путь, да, где бы вроде бы он смог производить продукцию, поставлять на рынок и не обанкротиться, то есть еще на что-то жить. Что касается еще мероприятий, ну, конечно, это традиционно различные субсидии, да, которые предоставляются. Но нужно, наверное, учитывать... Это, в принципе, те инструменты, которые характерны не то, что для России, да, это не у нас придумали, это характерны и для других стран, но все-таки надо учитывать и специфику нашей страны, страны большой, да, с разными климатическими условиями, то есть географически мы очень-очень неоднозначны, да, по сравнению с другими странами. И тут, наверное, все-таки, чтобы ситуация стабилизировалась на рынке, для того, чтобы решить этот конфликт, о котором мы говорили выше, между производителем, между вот продавцами и покупателями на рынке, тут требуются серьезные действия стороны государства. И здесь, я считаю, в первую очередь нужно органам власти более детально и более глубоко погрузиться в реальную ситуацию, которая складывается вот в тех или иных отраслях, да. И здесь необходимо проводить тщательный анализ каждой отрасли, каждой производственной цепочки, смотреть, да, с какими проблемами сталкиваются производители конкретной продукции и вот отталкиваясь от этих проблем, от анализа этих проблем, систематизируя их, уже принимать решения и разрабатывать какие-то, может быть, иные механизмы. Потому что, как мы видим, у нас государство все время реагирует на рост цен. Они проявляют некое такое удивление, да, они удивляются, как так? А почему от этого удивления чего идет? Потому что глобально, да, вот наверху не знают реальности, реального механизма функционирования предприятий в той или иной отрасли. Да вот даже если посмотреть на разных производителей, там, тех же сельскохозяйственников, да, они будут говорить о своих проблемах, то есть каждый может рассказать о своих проблемах, но эти проблемы же, они не услышаны наверху, и поэтому здесь подход какой? Шаблонный, стандартный и системный ко всем, да? Проще всего, да, оставить минимум, максимум для производителей, а вы уж там как хотите, так и живите, да, как хотите, так и даже не живите, а выживайте. Опять предоставление тех же субсидий, да, оно тоже должно носить взвешенный характер, и прежде чем предоставить ту или иную субсидию, нужно четко проанализировать ситуацию в той отрасли, в тех предприятиях, куда эта субсидия будет направлена. Опять-таки в условиях, да, условия предоставления, они тоже должны быть достаточно такие благоприятные и комфортные для всех сторон, потому что ни для кого не секрет, что на этом пути зачастую компании сталкиваются с какой-то бюрократической цепочкой, да, которая просто не дает нам возможности полноценно воспользоваться этими субсидиями. И вот, кстати, тоже идет речь, да, и даже хотят это сделать, создать некую такую цифровую систему, цифровую платформу, которая позволяла бы обеспечивать оперативную обратную связь с предприятиями в отраслях, в разных отраслях нашей промышленности. То есть это система, где бы отдельные компании, предприятия могли бы, да, заявить о своих проблемах, то есть отправить информацию, эта система бы обрабатывала, и уже у органов власти было бы именно системное представление, кому помочь, да, кому нужно субсидию предоставить, да, кому еще какие-то меры нужно предоставить и применить. То есть у нас, у нас нету такого детального и точечного подхода, у нас общий подход, да, ко всем и вся, но мы понимаем, и любой, я думаю, производитель, любое предприятие скажет, что специфика у каждого своя, да, каждый сталкивается со своими проблемами на этом пути, и эти проблемы не всегда может решить сам собственник этой компании или учредитель, да, то есть тут требуется вот такой дифференцированный подход. Скажи, а мы всякие расслышали, вот среди оправданий роста удобрения подорожали, упаковка подорожала, комбикорма подорожали, подорожало оборудование и так далее. А неужели все это нельзя наладить выпуск всего этого у нас? Ну, оборудование то же самое, ну, мы строим современнейшие танки, космические корабли, и в чем проблема мясоперобладающий завод? Скопировать, купить лицензии, все, что угодно, и построить в России. По производствам бикормов та же история, и т.д., и т.п. Или это утопия и нереально построить внутри одной страны автаркию, когда полностью мы автономные? Ну, конечно, это нереально, потому что здесь мы, опять-таки, оттолкиваемся, да, от глобализации, от вот того, что мы интегрированы в мировое хозяйство, и тут действует как раз-таки фактор разделения труда, да, то есть, ну, ни одно государство не может производить абсолютно все. Даже в США. Да, все равно, вот, каждое государство в чем-то сильно, да, мы можем там танки, да, оборонную продукцию производить хорошо, да, мы можем там космические, да, сфера у нас очень хорошо отработана, но элементарные вещи мы, ну, не можем мы делать, да, и так в отношении любого государства, поэтому вот эта интеграция нашей экономики национально-мировой, она же не просто так, именно для того, чтобы мы могли там обмениваться, да, но на пути этого обмина мы сталкиваемся с определенными проблемами, то есть, здесь уже отдельные стороны начинают преследовать свои интересы, да, начинается, как бы, подавление, то есть, на мировом рынке нет между государствами цели обеспечить взаимовыгодное сотрудничество, то есть, здесь включаются очень часто геополитические факторы, отдельные государства, отдельные стороны хотят именно господствовать на этом самом мировом рынке, да, и тут уже идет некая борьба, некая экономическая война с использованием тех же санкций и так далее, то есть, вот, вроде бы как, рынок сам по себе, да, рыночные отношения подразумевают именно то, что взаимодействие идет на основе партнерства, на основе именно взаимовыгодных отношений, а мы этого, естественно, не наблюдаем, поэтому невозможно произвести в одной стране абсолютно все, нужно взаимодействовать с теми производителями, с теми странами, у кого это получается лучше и дешевле, потому что рынок, он такой, мы же даже как простые потребители приходим в магазин, мы что хотим, мы хотим купить хорошие продукции, мы хотим качественные продукции по как можно более дешевой цене, и если мы видим на прилавке там пять альтернативных вариантов одной продукции, мы будем покупать какое? При условии равного качества дешевое. Ну что ж, спасибо большое, была программа «Тема дня», мы говорили сегодня о том, почему дорожают продукты и что может делать государство, я так понимаю, главный вывод, который нам подсказал наш уважаемый гость Аксанта Лукаченко, и что наши чиновники, на федеральном уровне, в первую очередь, глубже погрузились в суть проблемы, чтобы принимали решения не с опозданием, а на опережение. Спасибо большое, Оксана, спасибо большое, уважаемые телезрители, что смотрели. Хороших вам цен где-нибудь в наших магазинах. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова